Как стать хорошим педагогом и одержать победу на конкурсе «Учитель года»? С секретами успеха поделилась первый заместитель главного редактора «Учительской газеты». Встреча с молодыми журналистами и педагогами прошла в пресс-клубе Всероссийского конкурса. Как конкурс «Учитель года» будет выглядеть через 10 лет? По каким критериям выбирают лучших педагогов? Почему символ конкурса – пеликан? Вопросы, которые адресуют молодые журналисты первому заместителю главного редактора «Учительской газеты» Ирине Георгиевне Димовой. 27 лет назад это издание впервые пригласило своих читателей к разговору о конкурсе педагогического мастерства. Мы здесь выступаем, в данном случае, в данной ипостасе, как организаторы. То есть у нас есть две важные задачи. С одной стороны, продвижение конкурса, потому что мы его инициировали, наши коллеги-предшественники. Вторая наша задача – максимально представить этот конкурс на страницах «Учительской газеты». В пресс-клубе Всероссийского конкурса «Учитель года» журналисты школьных газет, телестудий и радио признаются, очень рады, что федеральный этап конкурса проходит именно в Самаре, ведь это отличная возможность встретиться с интересными людьми. На самом деле это очень уникальная встреча, и не всегда возможно поговорить вот так в дружеской беседе, в такой обстановке с руководителем федерального СМИ. И тем более «Учительская газета» – это уже бренд. Уже 28 сентября определятся 15 лауреатов конкурса «Учитель года», а 1 октября станут известны имена пятерки финалистов, которые отправятся в Москву для участия в третьем заключительном туре. Юлия Север, Александр Каракулько, Новости губернии.